Начинаем. Родители нужны в подъезде. Боюсь, даже удача мне поможет. Поехали. С доспеха, певец, поэт, звезда российской эстрады, предстанет сегодня в неожиданной роли. В роли жениха Лизы Логачёвой, студентки, которая совсем не собирается замуж. Но этого шага от неё давно уже ждут её родители. Мама Елена Сергеевна считает, что только замужество может сделать из её дочери настоящего человека. Отец Лизы, Евгений Александрович, согласен со своей супругой. Причём уверен, что жениха надо искать в своём кругу. Елена Сергеевна и Евгений Александрович занимаются туристическим бизнесом. Но на сегодня все дела отложены. Ведь дочь обещала познакомить их со своим избранником. Догадаются ли они, что Стас и Лиза не настоящие жених и невеста? Сумеют ли Стас и Лиза виртуозно сыграть в своей роли? Ну что, как ощущения? Немножко волнительно. Ведь они от тебя подобных вещей не ожидают. Я, наверное, сейчас нахожусь в таком возрасте, когда у меня последний шанс вот так вот разыграть родителей. Значит, это твоё... Это твоё ухо, в которое я тебе буду говорить важные вещи, которые тебе придётся за мной повторять. Хорошо. И всё, что я тебе скажу, тебе придётся повторить. Телефон мамы, вбей мне, пожалуйста. Ну а ты как себя чувствуешь? Сказать, чтобы не волновался, совсем нельзя. Мне впервые приходится быть негодеем. Да ладно! Ещё из параноидальными наклонностями. А как у тебя вообще отношения с родителями девушек, с которыми ты периодически встречаешься? Слушай, меня все очень любят. Даже не зная меня, в принципе, и не видя ни разу, заочно любят, потому что я хороший представитель, достойный семьи. Прекрасный. По их мере. Понятно. А вы сколько встречаетесь? Мы ещё даже не придумали, сколько. Сколько? Ну, годик. Годик уже есть? Ну, наверное. Ты, кстати, знаешь хотя бы, вот наизусть хотя бы одну песню? Наизусть. Я понимаю, что ты знаешь его песню? Я знаю даже парочку, но можно я пить не буду? Да ладно, нет, ну хорошо. Оставим это для родителей. Хорошо. Так, тебе твоё ухо, и тебе тоже придётся делать то, что я тебе скажу. Понял. Вот, поэтому не думай в тот момент, когда я тебе буду что-то говорить хорошо или плохо, потому что, поверь мне, это будет только плохо. Мы должны позвонить маме. Алло. Алло, мам, привет. Да, да, да. Ну, как вы себя чувствуете там? Ну, пап, то она так подлывает. Ну, вы едете, да? Подлывает, а просто ноет. Ну, просто ноет. А, гляните, пожалуйста, назад. За вами там никто не едет? Да, маме. Что-то тут ездить. Ничего подозрительного, нет? Ну, да не важно, по-моему, на дороге совершенно по-моему, я вообще ничего не ездила. А кто? Так, слушай, а ты можешь трубку передать водителю? Охраннику, охраннику. Седьмой, слушай. Значит так, Кирилл, ты меня слышишь? Сейчас повторяй за мной. Да, все чисто. Да, все чисто. Хорошо, будем через 10 минут. Это хорошо, будем через 10 минут. Ну, если надо, будем через 5. Ну, если надо, будем через 5. И вот через 5. Иди сюда, сядь к ней рядом. Побудьте вместе хоть какое-то время. Придут родители, и даже увидят, что ты держишь ее как-то не по-настоящему. Так. Прекрасно. Ну, как он тебе? Ну, ничего. Ничего. Друзья, это самая безжалостная программа на отечественном телевидении, и нам за это ни капельки не стыдно. Поэтому мы ждем родителей и начинаем. Бедные мамы и папы. Далее в программе. Родители Лизы обалдели от выбора их дочери. Стас Пьеха и будущий зять. И, похоже, они согласны, несмотря на первые признаки паранойи в поведении звезды. Я не селедователь, я просто певец. Это знакомство с родителями на музе. Вы соединяйтесь, у нас все только начинается. Слушайте, машина подъехала. Меньше нервов, спокойно. Вот как вы ведете себя в обычной жизни? Ведите себя так же. Слушайте, ты как-то прям разволновалась. Я правда волнуюсь. Да? Тебе правда нравится? Ну, есть немножко. Я тебе немножко поцелуила. Хотя бы в щеку. Поеверкните друг друга. Да ладно, обнимитесь. Сергей Александрович, я пошла. Прошу вас. Привет. Привет. Проходите. Пройдите. Привет, мама, заходи. Ну, давай. Привет, мамочка. Заходите. Я злой езжу. Калорий злой. Они уже в пяти секундах от себя. Посмотрите, рыбки какие у нас. У нас просто Стас, он мясо не ест, и мы вот сами разводим рыбок. Охренеть, они едят рыбок из аквариума. А по щекаменьки будут? Будут, конечно. Конечно, будут. Я вам говорю, я вам говорю, чтобы она тебя расстучировала, как я бы получил. Слушай, чувак, ка встрече с тобой приготовились так, что мама даже принесла с собой сменную обувь. Ну, давайте же скорее. Проходите, проходите. Стасик, это мои родители. Ну, здравствуйте, гости, дорогие. Здравствуйте. Здравствуйте. Стасик, ну не приходите. Проходите, не стесняйтесь. Ну, наконец, узнали, как зовут одного человека. Это мой папа. Други? Это же не очень, так сказать, сложно его узнать, я надеюсь. Нам как зовут, ну, узнали. Я знаю, как зовут. Здравствуйте. Я тебя обнимаю. Давайте вы сюда прям присаживайтесь. Проходите. А я бы хотя бы принесу. С чувством, как дома, специально на диван, домашняя остановка, что... Я, честно говоря, волнуюсь немножко. Ну, ладно, я очки открываю. Да? Ну, конечно. Обязательно наведите фокус, с него же нужно рассмотреть детально. Встаньте, пожалуйста, сфинучка. Просто у меня больше этим занимается, а то мне так неудобно. Я не хочу, чтобы он... Да, нормально, все. Все, все в разах. Я не хочу, чтобы он... О, нахер, сейчас, как ты слушаешь. Я думаю, почему-то. Я думаю, ты на самом деле нет. Ну, в никаком случае я сам это сделаю, чтобы вам было ловко. Хорошо. Все, что вы... Я очень боюсь. Сами мать папаранцы, кто вы, наверное, по дороге, может вас прослушайте. Так, все чисто. Ради бога. Очень, правда, вы не обращайте внимания. Как вы уже не обращаетесь? Понимание, когда... Что мы делаем? Все, понял. Простите, простите. Все, присядывайте, все. Забыли. 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 Низа, что ты сюда гони подсадишься? Добрый. Не стесняйся. Присаживайся. У меня дикий страх на тему того, что кто-то меня запишет. Где-то меня в газете покажут. Где-то меня по телевизору лишний раз. Поминания мне не нужны. Забыли. Забыли, я наоборот, уже приятный. Понимаете, это черный пиар. Я не селебрити, я просто певец. Я терпеть не могу, когда есть человека, делают селебрити. Потом тиражировать на каждом... Вот этот журнал открывает, последняя страница, там все селебрити наши. Я не хочу. Я хочу, чтобы человек желает... Просто все-таки жилиши, значит, какой-то интерес представляет. Стоп, это не журнал. Это книжка Мальчихов, кстати. Специально приготовить. Я, кстати, тоже повылся. Да? Да. Папа, ага. Попросите, что я не сыну. Серьезно, серьезно. Серьезно. Шедевр. Свет звезды называется. Коротенькое. Все спокойно в толще мироздания. Та же ночью высверки комет. Говорят, свет звездного сияния. К нам идет Бог знает, сколько лет тишина. Кому же там волноваться... Друзья, еще секунда, и логотип нашего канала превратится в большую макулка. Но вы же не этого ждете. От дальних звезд до близких душ. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Нормально все, Стас? Кто подразделил лучше свой стихо? Да, вот. Это я посвятил Лизу. Голный. Я голный, как ящик, как утро. Какие-то, 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 какие-то. Полный, не знаю, не полный как-то. Полный утраченных сил. А еще, каждый. Не каждый способен на группусть. Каждому утру дарить нераду. Ватный, не важно. Тихо, тихо. Нет, это не стишки. Мне интересна история вашего знакомства. Вот честно говоря. Потому что у нас с Лизой уже год. Мы общаемся и практически никогда про это не говорим. Смотри, что я тут не сказал. Я до сих пор общаюсь. Ничего у вас не знаю. А ты, Стас, не можешь предположить ситуацию, что мы тоже ничего не знаем. Понимаешь, Игорь? На самом деле, год, а мы ехали как будто... К сожалению, это условия нашего общения. А ты заранее предполагаешь, что у нас никаких условий быть не может. Может, ты тоже... Я готов на любые ваши условия. Я только одно условие. Я не хочу, чтобы он все знал. Простите. Что-то ты уже самкину расскажешь. Двое, как вы говорите. Подожди. Что-то мне интересно. Как вы хотите? Конечно. Тихо, тихо. Лиза, 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 тихо. Далее в программе. Мы продолжаем дурачить родителей Лизы. Да что там дурачить? Мы просто издеваемся над ними. На что еще готовы пойти к ветке ради звездного зятя? Лиза не котует. Я хочу, чтобы мои родители были на свадьбе. Стас! Это знакомство с родителями на музе. Стас Пьетко, друзья, по-прежнему нравятся родители Лизы. Мы понимаем, что это Стас, но это звезда. Понятно. Я не люблю слова звезда. Известный человек будем называть меня так. Там была такая, я не знаю, в Мизанце-центре царь. Я знаю, что ты Стас, ты первый министр. И царь говорит, говори про мне все право. Он говорит, ваше величество, можешь меня казнить. Можешь меня настрелять. Но я действительно давно собирался тебе сказать все правду. Да, да, да. Идение ваше величество. Людь мне в лицо. Но ты самый великий человек на свете. Вы молодые, а они все-таки лучше. Простите. Алло. Алло, продолжайте. Продолжайте. Алло. Быстро к окну. Да. Скажи, я просил же. Я просил же. Красивый мужчина. Прошу. Тихо, тихо, тихо. Тихо, сейчас. Кот 89. Кот 89. Кот 89. Кричи, дробь. Кот 89, говорю. Вы что, меня не слышите? Кот 89. Да что ж такое, блин. Кот 89. Слышишь? Лишайте Стасу. Я так не могу больше. Все. Когда его придурки какие-то. Как дела, сказать, нормально все? Как это может быть нормально? Дозвонят каждые пять минут. А телефон нельзя отключить? Никак нельзя. Никак нельзя, пап. Когда я в школе Макси в Маливиде учился, нам говорили, слова Ленина приводили. Чем больше человек занят, тем у него больше всего не будет. Ну ты вспомнишь тоже. Как медицинская коронавила. Хоть все, наверное. Хоть все хорошо. Я, кстати, могу, начать картошки и кровь подробнее. Нет, нет, нет. Ну вообще, на самом деле, если это исключить, вот это, что смажет, смелер на лист. Ну, у меня тут полот. Да я вообще считаю, что человек сам смысл его набирает. Ну, ты знаешь, она бывает задумчивая, поэтому... А здесь совершенно видно, что... Видно, что волосы расчесаны. Да, все хорошо. Видно, у него хорошее настроение. Ну, естественно, на самом деле, у Стаса у него небольшая параметра. Ну, на самом деле, мы что с тобой два параноикам подпоградить, а то что знакомить-то раньше времени, правильно? Параноик-то. Ну, а что? Ну, что ты все шутишь, что шутишь? А в нашем положении только шутишь. Нас привезли под конвоем, довели под конвоем. Ботки не наливают. Параноиками застращали. Слушайте, тебе придется действительно постараться. Давай, сделай так, чтобы они тебя разлюбили. Иначе в этом нет никакого смысла. Ну, там, бабы, знаешь, как забраться. Слава Богу. Ты про тебя следище и скажешь? Что? Сейчас. Я же спросил, потише, пожалуйста. Вы знаете, что мы женимся? Вам Лиза говорила? Я им говорила, Стас. Сказала? Да. А как вы представляете нашу с вами? Мы покорили нас, Стас, честно. Вы, в принципе, не против, чтобы мы произвели? Нет. А мы вообще сразу поняли, что... Как это только это... Говорили, аккуратно. Я вам точно попал. Да. Вы что, совсем охарили, что ли? У вас... Ни свидания совести нет. Сколько можно мне звонить днем? Скажи, если еще раз на этот телефон поступит звонок... Если еще раз на этот телефон будет хоть один звонок... Мы будем решать это, как в прошлый раз. Мы будем решать это так же, как в прошлый раз. И домой вы приедете через два дня, а не через один. Все. Абзац. Стас, смешно. Далее в программе Стас Пьеха перешел все границы. Он откровенно глумится над родителями Лизы, изображая ее жениха. Но, о ужас, они готовы принять его таким. Я похож на сумасшедшего? Я похож на сумасшедшего! Но это полный провал Стас Пьехов, даже после того, что он сделал. Все равно нравится родителям Лизы. Так, о чем мы говорили? А с вами мы говорили? Да. При всех шужливых настроениях я слежу законную разговор. Дело в том, что свадьба будет закрыта. Абсолютно. А месте и времени никто не будет знать. Только мы с ними. Только я тебя прошу никому не разговаривать. А мы? Это мера безопасности. Ни Эдиты, ни Луны. Никого не будет правы. Моего папа никого. Как я тут кассе. А я уже лучше собачьи. А ты в этом присутствует. Ну, вы поймите. К сожалению, невозможно. Ну, мы и сами ответим. Только приближенные, проверенные, безопасные люди. Понимаете? Очень много охраны. Зачем вам такая свадьба? Ну, из понятного возраста мы в веростной грамме, потому что нужно с тобой жить аспект. Вот. То есть безопасные. Ближе нас гарантированно может... Кто это? Кто знает? Какой номер? Какие знакомые люди? Спасибо. Да, ничего страшного. Спасибо. Да. Алло. А кто это? Заказ хотел сделать. Четыре порции у Наги Маки. Кто? Наги Маки четыре порции. У Наги Маки четыре порции. Ниса Су... Здравствуйте, быстро звонок, пожалуйста. Какие Маки? Наги Маки четыре порции. Можно вас не слышу, простите? Пожалуйста. Да, только проверим. Пожалуйста. Просто вообще неизвестно, что это может быть. Вы такие простые, я прям удивляюсь. Не буду. Немножко перегибает папу, ну... А кто не перегибает? Он папу не перегибал. Ну... Ну, так мелочко, я скажу. Ну, давайте немножко посерьезнее. Серьезнее, все. Не, ну, не успею. Сейчас самый ответственный момент. Мы должны оставить голодным папу. Да, он должен тебя хотя бы чуть-чуть разненавидеть. Пап, ты же голодный, да, молодший? Я сейчас принесу. Помнишь, как это происходит? Радость. Сейчас, когда я видел, я все равно попалил. У меня вот эти замолочки все... А какие-то замолочки, да? Смотри, как так все классно, так было, так все дешево. Да, да, да. Сколько раз на тебя цепляет? Нет. Чих-чих. Я чихаю, что это... А ты, конечно. Да, нет. Ну, ничего там нет. Друзья, не сделала тебе как-то. Друзья, не сделала тебе как-то. Друзья, а ты... Сама с другой стороны... А ты секунд можешь... С одной секундой не просперёшься. Мне осталось. Честно говоря, по один секундой. Вы просто понимаете, он немножко боится, что ключом могут приложить в эту форму. Ну, отпускайте здесь сами. Ну, предпускайся откуда, проверены и нацепляют. А, хотя, это лишняя сложность. У вас, к сожалению, был стикер. Я утилизировал вашу карту. Завтра вам видно, что не основывало. Официальные инструменты встречаются от нежелательных гостей. Знаешь, я просто немножко расстроилась, что родители у вас в 1 минуту. Ну, ну, подниму меня тоже. Ну, как сказать, что с вами без родителей? Что значит, что расстроена? Стас. Ой, слушайте, степень абсурда уже зашкаливает. Люди говорят подработающую бритву. Здесь просвольный не варитёт. Проходите, пожалуйста, хотели. Лиза. Папа так сегодня не поужинает. Может быть, хотя бы он ударит Стаса, будучи злым? Стас, Стас, пожалуйста. Нет, не помогу. Я хочу, чтобы родители были за свадьей Стаса. Я же сказал, что невозможно это. Ну, сколько можно это обсуждать? Ради бога. Вы же взрослые люди. Я вас прошу сто раз уже это сделать. Я справлюсь. Ну, я вам покажу фотографию сейчас с вами. Видео. Видео хотите? Видео. Видео. Вы хотите тупо пропяриться за мой шок? Стас. Скажите честно. Это так? Я что, по вашему подходящему? Стас. Я похож на сумасшедшую? Стас. Я похож на сумасшедшую? Я не могу сделать тебя. Так, ребята, идём вниз. Будет вам видео. Сейчас я вам покажу. И кто ты несешь? Вот вы. И вот вас снимают. Друзья, здравствуйте. Ещё секунда. Ещё секунда. И началась вот эта рамка. Полоснуто. Ну, как вы понимаете, мы вас немножко разыграли. Игорь, надеюсь, у вас есть силы, чтобы обсудить это. А, да. Ну, я не знаю. А всё-таки стресс определенный вы пережили или нет? Я мелко вас кинюю. Да. Бывает. Белый жесток был облик. Это же стресс. Нижение волнких подозрений, что всё это как-то выглядит странно. А чё, моя Лиза, Пеппи, вдруг... Ну, здраво. ...какого перепугу звезде попадёт домой? Ну, дождите, а как же там? Как правда, вот, как правда, вот, как правда, ваша Лиза может обозреть звезде? Может быть, я не знаю? Я, я, я... Там сколько... Ты, сколько... Я не слышал, вот, ты её не... Я не развернула. Варишься. Чего? Так, так, так. А мне Стасик понравилось. Нет, блин, я пропагал так уже. Ну, я не знаю, почему. Какая же вы золотая женщина. Да, хорошая женщина. Даже такой и понравился. Если молодой человек будет, ну, хоть, я там не знаю, там, что хамо, бегает в квартире с телефонами, то какой нужно? Мне Стасик понравился. Да что ты про понравился, понравился? Я Стасик ехаю, я нравлюсь ходить. Друзья, как бы там ни было, есть на свете вещи, которые ваши родители ни разу не испытывали, и именно вы можете устроить настоящую встряску. Как минимум вы знаете, к кому обращаться. Приготовьте своих родителей к самому интересному. 247 Шепе Элф Зурбаган Адорк к Зурбагану Патроны Патроны Я так не могу больше, все Продолжение следует... Патроны Патроны Патроны